Девочки, всем привет! Я очень рада, что вы зашли посмотреть это видео. Меня зовут Асия и добро пожаловать на мой канал. Сегодня снова хочу снять для вас видео, тест, слэш первое впечатление, потому что некоторое время назад у меня появились вот такие вот спонжи от бренда EcoTools, которые, как заявляют, они лучше на 50%, чем самый популярный бьюти-спонж на рынке. Многие знают, что я фанатка бьюти-блендера оригинального. У меня даже здесь или здесь, в общем, я отмечу, есть видео о бьюти-блендере, какими способами я его использую и почему он мне так сильно нравится. Когда я увидела эти спонжи и такое громкое заявление, мне стало интересно, потому что в основном я никогда не покупаю никакие бьюти-спонжи, аналоги бьюти-блендеров, а пользуюсь всегда только оригиналом. Ну, исключение составляют иногда, очень редко, это самый близкий аналог к бьюти-блендеру. Это спонж от Real Techniques. Эти спонжи тоже стоят, мне кажется, в два раза дешевле, чем бьюти-блендер. И плюс здесь вы получаете сразу две штуки. Я вот уже открыла, кстати, пока болтала. Очень мягкие на ощупь, конечно же, не такие мягкие, как бьюти-блендер. Вот, еще ни разу не вскрывала, точнее я вскрывала, чтобы пощупать, какие они в сухом виде, но еще ни разу не пользовалась. Кстати, небольшая оговорочка. Я надеюсь, с фокусом все нормально, потому что я снимаю сейчас не на свою камеру. Вот, с собой камеру я сюда не брала. Кстати, для тех, кто не знает, кто не следит за мной в Инстаграм, я сейчас нахожусь у своих родных, у родителей, у своей сестры в Болгарии. Вот, и сейчас пользуюсь камерой сестры, и, к сожалению, у меня, по-моему, нету автофокуса, потому что я вот так вот сейчас смотрю в монитор, и мне кажется, я иногда пропадаю. Но я надеюсь, вся съемка пройдет более-менее нормально. Так, давайте приступим. Я тут заранее приготовила водичку, чтобы не бегать, не мочить эти бьюти-блендеры, эти спонжи. И пока в это время я, наверное, нанесу базу для макияжа. Все остается неизменным, как и в предыдущих видео. Я использую вот эту вот базу от Миши с перламутровым эффектом. Очень классная база. Уже, наверное, вы устали про нее слушать. И, кстати, тоже опять небольшая оговорочка. Простите мне состояние моих куб сейчас, потому что я не знаю, что случилось. Возможно, бьюти-блогеру не стоит снимать себя в таком состоянии. У меня просто, как я сюда приехала, почему-то соскочили простуды на губах. Хотя их уже не было очень-очень-очень давно. Так, ну все, я нанесла достаточное количество базы, да, чтобы тональный крем хорошо нанесился. И я вижу, что спонжи достаточно стали мокрыми, достаточно увеличились в своих размерах. Чуть ли не в два раза они стали больше и стали очень-очень мягкими, очень такими приятными на ощупь. Маленький, вот этот поменьше, он стал, он все равно чуть более упругий, а вот этот вот очень мягкий, приятный. В принципе, я особо не читала, какой для чего спонж нужен. Они, в принципе, одинаковые, да, по своей форме. Здесь большой скошенный край, снизу как яичко, здесь площадь поменьше. Возможно, они для каких-то разных зон лица. Вот, ну давайте этот мы будем использовать для тонального крема, а вот этот вот меньше, более упругий для консилера. Сегодня буду, кстати, использовать тональные средства, которые я показывала в предыдущем видео. Тест-драйве это тональное средство от бренда The Face Shop. Я ими уже пользуюсь, наверное, на протяжении двух недель. Они меня, в принципе, устраивают. И как-то я вот сюда с собой взяла только их, кажется, и один кушен. Вот, тональный средство меня устраивает. Все, в принципе, так, как я и говорила. В принципе, пока мое мнение об этих тональных кремах не изменилось. Вот я что-то пока болтаю, начала уже растушевывать тональный крем. И спонж очень мягкий, но по ощущениям не такой, как бьюти-блендер. Кстати, он менее пористый, чем бьюти-блендер. И это должно нам создавать более плотное покрытие. Но пока вот я вижу, что он наносит тон не так, как бьюти-блендер. Когда это делаешь бьюти-блендером, он как-то вот тональный крем захватывает и в себя, и хорошенько все потом и растушевывает по коже. Также мне кажется, что этот спонж съедает тональные средства намного-намного больше, чем бьюти-блендер. Честно говоря, он как-то все немножко так ошметками остается. То есть где я поставила точку с тональным средством, там оно, ну, конечно, растушевывается, но если грубо говоря, да, там оно и остается. То есть оно так, то есть нужно немножко протирать лицо, да, так скажем, а не чтобы это тональное средство немножко растушевалось. То есть, в принципе, наносит неплохо, но если сравнивать с бьюти-блендером, то оно очень сильно уступает. Оно. Он. Бьюти-спонж. Да. То есть, вот я вижу то, что вот здесь вот так вот я наставила точечки, здесь тональное средство как-то вот осталось пятнышками, а вот в этом промежутке тональное средство сюда не растушевалось. То есть мне нужно делать вот так вот, немножко растирать. А это черевато полосами и все равно какими-то пятнами. Честно говоря, мне не нравится. И смотрите, помните в прошлом видео, когда я делала тест этих, этого тонального, я сказала то, что мне полпуша с одного оттенка, полпуша с другого оттенка, мне хватило на все лицо и даже еще осталось. Здесь уже практически ничего не осталось, а я нанесла тональный крем в основном на нижнюю часть лица. То есть здесь прям видно, что этот спонж съедает намного-намного больше тонального средства. Мне прям очень не нравится. Давайте попробуем его попкой нанести, растушевать. Хотя я уже почти везде все растушевала. Так, ну, его попка, скажем так, чуть-чуть лучше справляется. Но все равно не так хорошо, как хотелось бы. Я еще специально так смешала этот тональный крем, чтобы он был чуточку темнее, чтобы было видно все косяки. Я прям вижу то, что тональный крем нанесен немножко так пятнами, есть просветы, да, не соответствует цветов. Так, ну давайте перейдем уже к этому поменьше спонжу. Я его смочила еще раз в воде. Давайте нанесем по чуть-чуть, как я это делаю обычно. Так, я чуть-чуть прихлопываю пальчиками и потом наношу. Ну, вот здесь прям вообще он такой очень упругий. И как будто, вы знаете, я купила какой-то дешевый спонж с Алиэкспресса. У меня есть такое ощущение, как будто бы я себя избиваю сейчас под глазами какой-то стирательной резинкой, да, ластиком. И тоже вижу такие немножечко ошметки. Вот давайте попочкой тоже. Вот попочкой более-менее все наносится. Но опять-таки достаточно такой упругий. И эта упругость ему не в плюс, этому спонжу. Но она носит все-таки, знаете, более плотным слоем. Консилер на этой стороне чуть-чуть подсох и растушевывается. Этим спонжем хуже. Хотя обычно у меня такой проблемы не возникает при работе с бьюти-блендером. То есть, я думаю, вам сейчас видно, что вот здесь вот у меня под глазом чуть-чуть светлее, чем под этим. Сейчас попробую это все как-то дотушевать. По-моему, более-менее. Так, теперь давайте попробуем сделать кремовую коррекцию. У меня есть вот такой вот корректор от Maybelline, который мне очень даже понравился. Правда, он немножечко не подходит к моему оттенку кожи. Он чуть-чуть теплее. Не знаю, честно, как справится этот спонж, потому что уже боюсь. Потому что этот скульптор достаточно плотный. Вот, несмотря на то, что он, в принципе, всегда у меня без проблем тушуется и бьюти-блендером, и кистью. Но здесь-таки я опять вижу, что все покрывается пятнами. Где у меня есть небольшая какая-то текстура кожи. Там прям все действительно, не знаю, какими-то буграми, каким... Он просто, я не знаю, кусками как-то съедает с некоторых мест продукт. То есть у меня сейчас здесь такие, не знаю, пятна, как будто бы какие-то пигментные пятна. Где-то светлее, где-то темнее. Это просто ужас. Давайте уже, раз уж я начала издеваться, сегодня давайте уже и закончим так. Посмотрим, что будет дальше. Кошмар. Да, такого я, конечно же, не ожидала. Это при всем при том, что Эко Тулс очень такая хорошая. Хорошая фирма, да, хорошая марка, бренд. Упускают очень хорошие кисти. Но вот со спонжем у них прям беда. У меня просто такие два пятна каких-то непонятных, нерастушеванных сейчас получается. Знаете, еще с бьюти-блендером я так могу, да, где-то что-то нанести, растушевать. И потом я знаю, что у меня еще как-то чуть-чуть продукта остается, да, на спонже. Я там могу где-то его еще чуть-чуть добавить. Ну, например, вот когда я растушевываю консилер, я знаю, что у меня чуть-чуть консилера может остаться, и я там, например, на спинку носа еще могу нанести. Здесь же это полный провал. Он в себя продукт весь, кажется, выбирает. Как-то все съедает. И все смотрит ужасно. Я не знаю, насколько вам будет сейчас видно, но сейчас весь тональный крем, весь скульптор нанесен какими-то пятнами. Не знаю, ну что, придется с таким макияжем идти. Ну, конечно же, если прям вот так вот не вглядываться, может быть, это и незаметно. Я там вот специально вглядываюсь, да, чтобы вы знали, чтобы вы видели. Передаю, да, вам все какие-то свои впечатления. Давайте я закончу быстренько макияж. И уже вернусь, да, с полным макияжем, чтобы рассказать свое окончательное мнение. Хотя, мне кажется, оно вам уже и так понятно. Так, ну что, я привела в порядок свой макияж. И готова высказать вам свое окончательное мнение об этих спонжах. Стоит ли их брать? Нет, я вам не рекомендую их покупать. Да, они стоят дешевле, по-моему, они стоят около чуть меньше 4 тысяч тенге. Заказывала я их на сайте iHerb, там, где представлен большой выбор продуктов от бренда EcoTools. Да, соблазнилась я на то, что можно в половину стоимости бьюти-блендера получить два спонжа, который, как заявляет EcoTools, на 50% лучше, чем самый раскрученный спонж на рынке. Это сплошное разочарование. Не знаю, может быть, это у меня так. Я вам говорю именно о своем мнении, что я почувствовала, когда я пользовалась этими спонжами. И, да, можно помучиться, там, как-то посидеть, порастушевывать, что-то там намудрить. Но, честно говоря, если вы хотите получить более бюджетный спонж, да, чем бьюти-блендер, то обратите свое внимание на спонжи от Real Techniques. Как я говорила в начале видео, это самый более-менее близкий аналог бьюти-блендера. Я еще раз убедилась, что на рынке, в принципе, нет ничего лучше, чем бьюти-блендер. И не зря его так любят, не зря его нахваливают визажисты и, в принципе, бьюти-блогеры. Потому что это так и есть. Я пользуюсь бьюти-блендерами уже на протяжении не первого года. И я им довольна и ни на что практически не готова его поменять. Так что я не рекомендую тратить ваши деньги на эти спонжи. Это пустая трата денег. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Под предыдущим видео мне оставили несколько комментариев, то, что вам понравились такого рода видео, да. Тест, первое впечатление. Я, конечно же, о тех продуктах, которые будут более интересны, я буду рассказывать и в последующих видео, чтобы уже закрепить, да, какое-то впечатление. Я обязательно о них расскажу, уже финальное мнение в других видео, да, там, в фаворитах или в каких-то итогах. Спасибо вам огромное за поддержку. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным. Я уберегла вас от ненужных трат. Вот. Надеюсь на вашу поддержку снова в комментариях и большими пальчиками вверх. И, конечно же, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok